Сейчас в очном противостоянии решат, кто же из них отправится в финал. Напомню, что главный приз соревнований — это чек на сумму, внимание, 400 тысяч американских рублей. Согласитесь, неплохая прибавка к жалованию. Гокон Саки уже показал, что он прекрасно готов, и что у него есть все шансы для того, чтобы посоперничать с Эмми Шилтом. И самое главное — это сможет ли использовать Гокон Саки свое преимущество в скорости, свою работу ног. С Эмми Шилтом можно победить. Его побеждали, и побеждали нокаутом даже. Наверное, самый памятный проигрыш Сэмми Шилта — это его поражение от Бадра Хари. В титульном поединке на турнире It's Showtime, когда Бадра Хари просто уничтожил голландского великана, сотворив настоящую сенсацию. В принципе, Бадра Хари мог победить Сэмми Шилта и так, но то, как Бадра Хари это сделал, как он отправил в нокаут Сэмми Шилта, тогда это было что-то невероятное. Ну а Гокон Саки, между тем, очень уверенно себя чувствует в ринге, мы видим, и даже пытается вертушечки пробивать. Изменился немного формат поединков. Три минуты. Видно, что Сэмми Шилту не очень комфортно работать с малышом Саки. Пытается он его загнать, пытается запереть около канатов, пока не очень получается. Да, Гокон Саки в данной ситуации самое главное – это не пропустить. Не позволит себя зацепить. Сэмми Шилт бьет очень жестко, очень сильно. И в клинче, да, в клинче грамотно вяжет соперника Гокон Саки, не позволяет Сэмми Шилту бить коленями. Здорово левый сбоку проводят Гокон Саки. 30 секунд, чуть меньше работать в первом раунде. Наверное, за счет активности Сэмми Шилт этот раунд и отдадут, потому что точных ударов мы с вами не видели. Но давление, несомненно, оказывал Сэмми Шилт на своего соперника. Хотя попадает в бандаж оппоненту Сэмми Шилт Гокон Саки тут же начинает страдать по этому поводу. Даже коллективные прыжочки мы сейчас увидели, синхронные. Да, вот в этом работа Гокон Саки. Прорваться на ближнюю или среднюю дистанцию и там уже работать. Хороший раунд для Гокон Саки, неплохой раунд для Сэмми Шилта. Неплохая вертушечка, да, согласитесь, очень эффектная. Но готов к подобному развитию событий Сэмми Шилт. Полшажочка назад и все, нога уже летит мимо. Все видит пока голландец, все. Второй раунд. Активно, активно начинает эту трехминутку Гокон Саки. Он понимает, что судьи, скорее всего, ему раунд-то не отдали. Поэтому надо брать быка за рога и надо реабилитироваться. Но делать это нужно, конечно, с оглядкой. Напомню, что в скором времени нас с вами ожидает еще один интересный бой. Даниэль Гитта сразится с Гоконом Саки. Это будет также в рамках турнира Глори. Но этот бой пройдет уже вне зависимости от того, как завершится наш с вами сегодняшний поединок. Напомню, что Гокон Саки победил Даниэлю Гитта в свое время. И вот теперь Даниэль Гитта полон решимости взять реванш. Причем Гокон Саки победил Даниэль Гитта по итогам экстра-раунда. Да, было сейчас попадание в исполнении Исаки. Было. Исаки гораздо лучше, гораздо интереснее проводят второй раунд, нежели Сэмми Шилд. Но что скажут нам судьи по этому поводу? Да, под опорную ножку попал сейчас Сэмми Шилд. Тут этого не отнять. Чуть-чуть затянул этот удар Гокон Саки. Поэтому не попал. Очень достойный бой Гокон Саки. Крайне достойный. Но надо бы еще взорваться. Да, надо бы рискнуть. Гокон Саки еще несколько попаданий. И раунд может остаться за ним. Болельщики, конечно же, в восторге от этого действа. Вот, пожалуйста, еще одно попадание от Гокон Саки. Я уверен, что симпатии болельщиков в зале исключительно на стороне Гокон Саки. Вообще сам по себе очень обаятельный парень. На турнирах других, когда он выходит. Хорошая связка от Гокон Саки. И вот даже язык он уже показывает на протяжении всего поединка с Эмми Шилду. Что такое? Чуть-чуть перебудил. Судья, ничего страшного бывает. Судьи тоже люди. Они тоже могут ошибаться. Но, с другой стороны, таким образом судья несколько сбил темп боя. И я думаю, что это пошло не на руку. Точнее, это пошло на руку Сэмми Шилду. И вот так. Не захотел Сэмми Шилду ударить по перчатке в знак приветствия своего соперника. В итоге удостоился от Гокон Саки прощального пинка. Ну, вот еще раз говорю, что Гокон Саки очень обаятельный, очень веселый парень. На других турнирах, когда он выходит, его сопровождает целая концессия. И это всякие безумные пляски под зажигательную музыку. Гокон Саки очень любит повеселить народ. Не только в ринге, но и за его пределами. Гокон Саки настраивается на третий раунд. Интересно, что нам скажут судьи. У судей есть решение. Какое? И рефери даже поднимает руку Гокону Саки. А болельщики недовольно гудят. Потому что они абсолютно справедливо полагают, что победу в этом раунде одержал Гокон Саки. И, соответственно, должен быть назначен раунд под номером три. Это было бы очень справедливо. Я бы очень этого хотел, но не сложилось.